Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на вебинаре в Доме Знаний. Меня зовут Зумруд Магомедалиевна. Тема нашего вебинара – объемы шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора и решение задач. Но с этой темой вы уже познакомились в ходе просмотра видеоурока на сайте Дома Знаний. И все же для начала давайте пройдемся по основным понятиям и формулам этой темы. Итак, если нам дан шар с радиусом r, то его объем равен 4 третьих πr в кубе. Также вы познакомились с шаровым сегментом. Шаровым сегментом называется часть шара, отсекаемая от него какой-нибудь плоскостью. Объем шарового сегмента равняется πh в квадрате умножить на r минус 1 третью h. Кроме этого вы познакомились с шаровым сектором. Шаровым сектором называется тело, получаемое вращением кругового сектора с углом меньшим 90 градусов, вокруг прямой, содержащий один из ограничивающих круговой сектор радиусов. И объем шарового сектора равен 2 третьих πr в квадрате умножить на h. Ну и наконец вы познакомились с шаровым слоем. Шаровым слоем называется часть шара, расположенная между двумя параллельными плоскостями, пересекающими этот шар. Круги, получившиеся в сечении шара этими плоскостями, называются основаниями шарового слоя. А расстояние между плоскостями называется высотой шарового слоя. Итак, после просмотра вами видеоурока к нам пришли вопросы. И на часть из них я попытаюсь сегодня на нашем вебинаре ответить. И понятно, что не обошлось без задач, поскольку вы сейчас занимаетесь подготовкой к единому государственному экзамену. И понятно, что задачи больше всего, наверное, вас и интересуют. Итак, поступила задача следующего содержания. Радиусы трех сплошных металлических шариков равны 6, 8 и 10 сантиметров соответственно. Эти шарики расплавили и из получившегося металла отлили новый сплошной шар. Чему будет равен его радиус? Давайте заметим, что масса этих шариков не изменилась, а плотность у них одинаковая. И поэтому для того, чтобы найти массу нового шарика, мы должны сложить массы всех трех шаров. То есть ρ умножить на v1 плюс ρ умножить на v2 плюс ρ умножить на v3. Это будет равно ρ умножить на v. Ну, естественно, сократим, поскольку плотность одинаковая. Сократим на ρ и получаем, что объем нового шарика будет равен сумме объемов исходных шариков. Имеем 4 третихπ умножить на 6 в кубе плюс 4 третихπ умножить на 8 в кубе плюс 4 третихπ умножить на 10 в кубе. А это равно 4 третихπ умножить на r в кубе. Сократим на 4 третьих π. Тогда получим 6 в кубе плюс 8 в кубе плюс 10 в кубе. Это равно радиусу в кубе, то есть радиусу нашего нового шарика. После подсчета мы получаем, что радиус в кубе нового шарика будет равен 1728 см в кубе. Отсюда выходит, что радиус равен 12 см. Итак, радиус нового шарика будет 12 см. Также вас интересовал вопрос, а где в повседневной жизни мы встречаемся с частями шара, то есть шаровым сектором, сегментом, слоем шаровым, где они встречаются в жизни. Если вы обернетесь вокруг, посмотрите, то вы сами увидите множество фигур, множество строений, цветов, продуктов, в которых вы заметите эти элементы. Я составила для вас такой слайдик, судя по которому, можно сказать, где же все-таки встречаются элементы шара. Вы заметили, что разрезы любого яблока похожи на, естественно, шаровой сегмент, это сверху и снизу, ну и слои шаровые. Также всем, наверное, все резали когда-то арбуз, и вы тоже отрезаете сверху и снизу шаровой сегмент, а потом разрезаете на какие-то дольки, либо на слои. Также можно сказать, что зонтик похож, допустим, поверхность зонтика похожа на шаровой сегмент. Купола беседок похожи на шаровой сегмент. Парашют, например, похож на шаровой сектор. То есть таким образом можно сказать, что шаровые части шара и, ну шар вообще, и части шара встречаются в нашей жизни повсюду. Вот. И в различных строениях, в архитектуре также используются части шара, шаровые сегменты, слои, шаровой сектор. Также вас интересовал вопрос о каменных шарах. То есть даже очень было интересно получить такой вопрос. Видимо, вы интересуетесь такими интересными фактами из мира шаров. И вот вопрос поступил такой. Расскажите про каменные шары. Правда ли, что существуют такие? Ну, на самом деле, хочу сказать, что да, такие шары существуют. В 40-х годах 20-го века в тропических зарослях Коста-Рики было сделано интересное открытие. Это открытие было связано именно с каменными шарами. Рабочие, вырубавшие густые заросли тропических джунглей под банановой плантацией, неожиданно наткнулись на гигантские каменные изваяния правильной шаровидной формы. Самые большие достигали 3 метров в диаметре и весили они около 16 тонн. А самые маленькие были небольшие. Ну, небольшие, они были не больше элементарного такого маленького детского мячика, имея всего 10 сантиметров в поперечнике. Шары располагались поодиночке и группами от трех до полусотни штук, иногда даже образуя геометрические фигуры. В 1967 году один инженер и любитель истории и археологии, работавший в Мексике на серебряных рудниках, сообщил американским ученым, что обнаружил в шахтах такие же шары, но намного более крупных размеров. Спустя некоторое время на плато Аквабланка вблизи поселка Гвадалахара в Гватемале на высоте 2000 метров над уровнем моря археологическая экспедиция нашла еще сотни каменных шаров. Подобные каменные шары были также найдены близ города Аулакула, Мексика, в Пальмасур, Коста-Рика, Лос-Аламасе в штате Нью-Мексико, США, на побережье Новой Зеландии в Египте, в Румынии, в Германии, в Бразилии, в Казахстане, на земле Франца Иосифа и даже в Карпатах на Украине. С легкой руки Эриха фон Деникина шары окрестили мечами, с которыми играли боги. Дорогие ребята, наш вебинар подошел к концу и я думаю, что он пошел с пользой, прошел с пользой для вас. Я бы очень хотела, чтобы вы и дальше интересовались такими необычными фактами из жизни геометрических тел. Я была очень рада нашей встрече. Увидимся на следующем вебинаре на платформе Дома Знаний.